Приветствую вас, друзья, на своей маленькой кухне. Один из моих подписчиков, возможно, он даже самый первый мой подписчик, это Эдуард. Он как-то у меня спросил, Сергей говорит, а что сделать с бататом? Это сладкий картофель. Я говорю, ну, с него можно сварить суп, но пока еще рано. То есть, когда я открыл свой канал, было еще лето. Я ему пообещал, как станет более прохладная погода, я обязательно приготовлю и сообщу тебе. Так что, Эдуард, это время пришло, этот рецепт для тебя. Сегодня я приготовлю кремовый суп из батата с креветками, завернутыми в бекон. Касаемо граммов, миллиграммов, я все укажу в своем рецепте. А для супа непосредственно нам сегодня понадобится Сливочное масло, бекон, лук-шалот, росмарин, чеснок, мускатный орех, чили, батат, лемонграсс, сливки, оливковое масло, овощной бульон. Ссылку на овощной бульон вы найдете под рецептом. Один лимон, креветки. Креветки у меня уже чищенные. Если вы купите креветки, которые еще не очищенные, то обязательно в этом месте разрежьте ножом и удалите кишечник. Его будет очень хорошо видно. У меня креветки чистые, поэтому этого нет. И соль. Перцем я сегодня пользоваться не буду, так как у меня в супе будет присутствовать чили. Сам батат я буду запекать в духовке. Если я делаю на работе, у меня, конечно, на работе картофелины в три раза больше, чем у меня сейчас в данный момент в руке. И процесс длится при 200 градусах примерно 45 минут. Я буду дома запекать при температуре 210 градусов. Для начала 20 минут. Что я делаю перед тем, как я начинаю запекать? Само собой, картофель моется и надрезается вот так вот. С одной стороны. Не нужно делать со всех сторон. То есть не нужно делать 4 надреза. Чем это плохо? Тем, что сок, который находится непосредственно в картофеле, он вытечет. Поэтому, чтобы этого не случилось, одного надреза вполне достаточно. Отправляю в духовку. И пока картофель запекается, я занимаюсь креветками. Так, бекон распечатываем. И раскладываем на столе. Креветки укладываем на бекон. И заворачиваем. Ну вот, креветки я все в бекон закрутил. Ну, осталась у меня буквально одна шайба. Но я ее оставлю, я ее просто поджарю. Это в общей сложности у меня было 100 грамм бекона. 100 грамм бекона и 9 креветок. Следующим шагом я режу лук-шалот. Режу грубо, без... Тут качество кубиков не столь важно. Сразу же измельчаю чили. Теперь я хожу к плите. Креветки я пока уберу в холодильник. Они нам в данный момент не понадобятся. Мы их будем жарить только тогда, когда наш суп уже будет почти готов. Ну, кастрюлька у меня уже разогрелась. Я отправляю в нее 40 граммов сливочного масла. И туда следом же идут лук-шалот, чили и чеснок. Так, леванграсс. Я просто немного так разбиваю. И нарезаю его крупно. И отправляю сюда же. Всю эту красоту я слегка пассирую. Без того, чтобы лук принял свет. Лук должен оставаться светлым, прозрачным. И что я забыл назвать в рецептуре, так это буквально 40 миллилитров белого вина. Леванграсс мы будем варить какое-то время, а потом, когда он полностью уже раскроется и отдаст весь свой вкус и аромат, мы его уберем. Или хотя нет. Нет, мы его не будем убирать. Мы его оставим. Так как мы все равно будем потом протирать суп через сито, мы его оставим. Мы сделаем пюре вместе с ним. Так, ну вот вино выпарилось. Теперь можно добавить немного бульона. накрыть крышкой и какое-то время поварить. Потому что картофель у нас еще будет готов не скоро. Так, ну в общей сложности сладкий картофель пробовал у меня в духовке полчаса при температуре 210 градусов. Сейчас я его сразу разделаю. Вот видите, когда он надрезан, как он легко очищается. Очень важно картофель, конечно, не передержать. Если он у вас в духовке будет немного дольше, он теряет слишком много влаги. Значит, я еще раз подумал, я решил все-таки, что лемонграсс я частично удалю. Потому что все-таки у него очень жесткая структура. и блендеру это может не понравиться. Такой план был у меня в принципе изначально, чтобы сразу вынуть, но потом решил переиграть, а потом все-таки разум восторжествовал и было принято решение удалить. Ну, такое у меня бывает, что иногда нужно будет принять очень быстрое решение. Так, ну вот все. Теперь картофель просто мелко нарезаем. Ему осталось вариться еще. Сейчас, если я бульон закипит, еще минут пять и сам картофель по себе уже будет готов. Так, ну и отправляем его на плиту. В суп я добавлю уже сливки и натру мускатный орех. Попробую на соль. Бульон у меня уже был подсолен, ну и теперь с добавлением сливок и самого картофеля естественно мне понадобится добавить соли. Дам супу покипеть. Буквально сейчас он закипит, дам повариться ему пять минут, чтобы картофель у меня дошел. Значит, сладкий картофель, вообще, если его делать в пароконвектомате, допустим, для салата, то он готовится под паром очень-очень быстро. скажем так, от семи до тринадцати минут. В этом промежутке он уже готов. Казалось бы, у него очень плотная структура, но тем не менее, в пароконвектомате он готовится очень быстро. Имейте это в виду. Батат приготовился, осталось его только измельчить. Ну и пропускаем через сиго. И опять возвращаю на маленькую кастрюльку. Так, даю закипеть. Смотрю консистенцию. Консистенция хорошая, но я все равно добавлю еще немного бульона. И добавлю теперь сока лимона. Последняя проба. Суп мой готов. не осталось его только вскипятить. Я его убираю с плиты и начинаю заниматься креветками. Если мало ли по каким-то причинам у вас суп получился жидким, то вы всегда можете его загустить крахмалом. Меня консистенция моего супа вполне устраивает, поэтому я этого делать не буду. На кухне есть одно маленькое правило. Если вы поставили сковороду на плиту, то дайте сначала сковородке разогреться и только потом добавляйте масло. И не делайте что сразу поставили, включили и добавили масло. Чем меньше ваше масло горит, тем лучше. Заброшу часть бекона, которая у меня осталась без креветки. дошли 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 дошли. Мой суп закипел, он готов. Я его выключаю и оставляю в сторону. Все, креветки мои готовы. Я их вытаскиваю. Остаточной теплоты, которую они имеют, хватит для того, чтобы они дошли до конца. Я укладываю три креветки на дно тарелки и разливаю суп. Я считаю, что к такому супу вполне уместен будет небольшой кусочек хлеба, который был только что запечен в тостере. на этом друзья мой обзор закончен. Если вам понравилось мое видео, делитесь с друзьями, пишите комментарии, ставьте лайки. Если не понравилось, напишите почему. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч. встречи. До 杖